Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень вкусный плов. Это будет хороший плов. Я не буду говорить, что это узбекский настоящий плов, потому что я считаю, что так же, как и в борще, в плове у каждой хозяйки или у каждого повара свой рецепт, и каждый плов будет вкусный. Но я в этом видео расскажу несколько секретов, которые помогут приготовить вам самый вкусный плов. Я буду готовить плов из барашка. Это мое любимое мяско. Барашек был килограмм 30-32, очень упитанный и жирный, но без курдюка. Я срезал жирок с него, и сейчас я его прославлю в казан. Казан уже хорошенечко прогрел. Кладем жирок. Жирок я вырезал из грудинки. Я его немножко поджарю, чтобы он тиховый топился, но не до конца, потому что много жира мне не нужно, а шкварочки будут очень вкусными. Конечно, если у вас есть курдюк, то лучше использовать курдюк. Это самый лучший жир для приготовления плова. Температура в казане немножко утекла. Это хорошо, потому что я хочу, чтобы жирок слегка вытопился, не перегорал, и шкварочки были очень вкусные. Огонь под казаном очень умеренный, поэтому шкварочки медленно вытапливаются, и они стали золотистыми, но сам жирок не перекаливается. Жира мне уже достаточно, поэтому я шкварочки вытягиваю. Для этого очень удобно использовать крышку от казана. Это огромная тарелка, которая очень удобная. А вот теперь, друзья, сейчас, возможно, многие повара, которые делают плов, скажут, что я нарушаю все каноны настоящего узбекского плова. Дело в том, что после того, как мы вытопили жир, все говорят, нужно бросать именно лук. Лук режут полукольцами и бросают его, и обжаривают. Я, как технолог, говорю, что я буду делать по-другому. Почему? Потому что, когда мы обжарим лук и добавим к нему мясо, для того, чтобы лук уже не догорал, нам придется очень сильно снизить температуру в казане. И, соответственно, мясо будет не жариться, а выпускать сок, то есть почти тушиться. А это не есть хорошо. Поэтому сейчас я буду обжаривать мясо, сначала косточки, потом мяско. А уже когда это все обжарится, я добавлю лук. Это лично мое мнение. И, возможно, именно из-за этого этот плов не будет называться настоящим узбекским пловом. Но главное, чтобы он был вкусным. Поэтому это мой первый секрет. Здесь уже косточки, грудинка, кусочки из лопатки и из бедрышка. А вот теперь самое время добавить температуры в очаге. Температура под казанок уже хорошая. Косточки золотятся. Замечательно обжариваются. Если вы наблюдательные, то вы смогли заметить, что у меня очаг под казаном самодельный. Тем более труба вытяжная, дымовая, тоже самодельная. Это сделано потому, что я люблю, чтобы все вещи были самые простые. И именно на самых простых вещах, на самом простом оборудовании мне приятно сделать очень вкусные продукты. Это касается и блюд в казане, и домашних напитков, и всего остального. Вот так замечательно косточки уже зазолотились, обжарились. Шкварочки я уже попробовал. Они очень вкусные. Конечно, немножко позже, когда у нас хорошенечко охладится пшеничный вистилян, мы попробуем шкварки вместе с ним. А пока я просто достаю косточки и выкладываю рядом. Золотистые кусочки грудинки, кусочки жирка, которые в грудинке, они очень вкусные. Теперь на очереди у нас обжарка мяса. Небольшие кусочки мяса остались и на грудинке, и на хвостовках, поэтому мяса уже будет не так много. Я сейчас высыпаю мяско в казан. Жир хорошо разогрет. Грустящий кислород. Суп Abigail остались и сформировано, всеologistа. Грустящий кислород. Если学 попытка вам ветли, то я тебе не буду ск Vlog, то я вам его запах. Но все будет полезно. Намного gerçek члена вue. Ты чистой момент, чтобы обещался. именно благодаря этому секрету сейчас мяско будет обжариваться сверху она покроется мелатинской корочкой которая будет препятствовать высаду сока а если бы мы пошли по классическому способу приготовления плова сначала лук а потом мясо то при такой температуре лук который же поджолотился и отдал свой аромат жиру он бы просто сгорел я все время разгоняю жир по стенкам казана чтобы он был все время горячий вот казан немного остыл и теперь еще один секрет дело в том что все мастера слова говорят самый вкусный клоу из лопатки и грудинки но это самые но лопатка и грудинка не самые мягкие кусочки барашка если мы возьмем маленького барашка 12-13 килограмм до его мяско будет мягенькие и она очень быстро приготовится но в этом мясе нет никакого вкуса и аромата поэтому я считаю что для приготовления обалденного плова нужен барашек хотя бы килограмм 25 как минимум и именно в этом случае когда мы берем лопатку и грудинку эти кусочки же будут хорошим количеством пленочек которые за 30 минут не приготовятся и теперь следующий секрет сейчас я еще не добавляю не лук не морковку а просто добавляю сюда косточки делаю очень медленную очень маленькую температуру в очаге под казаном чтобы мяско с косточками еле-еле томилась таким образом мы сейчас немного дадим ему размягчиться а уже потом когда мяско будет наполовину готово мы начнем добавлять лук и морковку это мой второй секрет мяско обжаривать я добавляю сюда косточки температура уже спала лишний жар и сказал из под казана я уберу все это перемешиваю накрываем крышкой чтобы не выходила влага и пусть мяско томится и размещается как всегда на аромат вкусного плова приходят наши зрители вот такая девочка она уже ожидает свою вкусную порцию мясо и косточки в казане очень нежно поют у меня есть время чтобы я порезал клуб полукольцами полукольца я режу толщиной почти целый сантиметр таким образом когда мы бросим полукольца лука горячий жир то они не обуглятся лука мы закончили сейчас я приготовлю ароматные пряности для зирвака для этого я использую черный перец кориандр зиру и соль пропорции для приготовления плова именно в этом казане такие пол килограмма риса один литр воды килограмм морковки несколько луковиц 200-300 грамм и килограмм мяса так как там мясо у меня меньше а косточек больше то общий вес немножко выше но зато будет баланс черный перец кориандр в ступку я добавлю также соль которая поможет хорошенечко все размолоть какой вкусный аромат когда топится жирок и он слышен именно на живом огне мяско-барашка тряности но будет очень вкусно мяско немного протушилась взять я добавляю сюда лучок конечно кое-где-где кусочки мяска были слишком мелкие они немножко подсохли это минус теперь можно добавить огня пока температура в казане растет я приготовлю морковку всегда рекомендуют морковку брать именно старую чем молодую потому что старой меньше влаги и это правильно но сейчас уже такое время года что старая морковка она абсолютно уже сухая без витаминов а новая это не та молоденькая сочная которая состоит из одной водички а уже нормальная плотная морковка поэтому я буду использовать в летнем плове хорошую свежую морковку когда я был в узбекистане там резали морковку очень просто вот так как будто бы стружат карандаш вот так они резали достаточно крупными кусочками и это было нормально есть много способов как резать морковку можно ее резать соломкой каким-то еще особым образом или на крупной терке тереть но так как я видел делают узбекистане не это вполне устраивает кстати бы когда мы там кушали плов то не было этой восточной ауле сейчас вы будете кушать настоящий узбекский плов это просто еда которую они кушают но не каждый день хотя бы раз неделю но у нас славянской среде всегда бытует какая-то такая восточный налет романтики что сейчас мы будем готовить настоящий узбекский плов это очень вкусный плов хотя мы ни разу не были ни в узбекистане ни в таджикистане ни в каких-то среднеазиатских республиках но мы будем делать самый правильный плов мы вас всех научим это очень интересно но как я рассказал лично мое мнение любой плов он вкусный конечно тот плов когда тушат мясо засыпают в него вареный рис перемешивают и говорят мы сделали вкусный плов это к этому не относится все остальные рецепты они хороши и они вкусны лишь бы было вкусное мясо хорошее настроение и душевная компания температура в казане уже поднялась лук отлично зазолотился и морковка нарезана вот такой способ нарезки морковки я морковку выкладываю сверху здесь опять есть много мнений как выкладывать морковку обычная выкладывать сверху ровным слоем и морковка должна прогреться от жара в казане для того чтобы узнать время сколько морковка прогревается сверху морковку посыпают солью и когда соль станет не станет прозрачной то есть намокли за ли что роль уже нагрелась и влага из морковки растворила соль это уже сигнал потому что морковку можно перемешивать друзья я расскажу еще один свой секрет это именно мой секрет когда нужно перемешивать морковку дело в том что если мы следуем вот этим советом когда морковку выложили посолили и ждем то если у нас температура в казане правильная она у нас должна быть высокая то пока морковка прогреется и соль растворится нижний слой мяса с луком уже начнет подгорать поэтому сейчас это мы все уже начинаем перемешивать из-за того что казан хорошо разогрет морковка тоже будет обжариваться она не будет сушиться и не будет выпускать сок главное чувствовать ту технику то оборудование с которым ты работаешь две-три минутки мы обжариваем морковку и начинаем готовить зирвак морковка уже обжарилась и я добавляю сюда обычную холодную воду конечно зафильтрованную по стенкам казана это еще один секрет если мы добавляем холодную воду у нас зирвак всегда будет прозрачным и теперь благодаря тому что казан хорошенечко разогрет водичка быстро начнет закипать вот такая вкусная смесь мяса косточек лука и морковки с водой называется зирвак этому зирваку нужно вариться минут 40-50 и как раз возвращаясь к первому секрету если мы сразу бы положили лук потом мяско потом морковку и залили водой зирвак бы уже сварился но мяско еще было бы жесткое если бы начали доваривать мяско морковка она бы полностью вся раз варилась размякла и она бы растворилась самом плове было бы некрасивая поэтому именно благодаря такому способу мы используем хорошие ароматные кусочки барашка нормального зрелого барашка и получаем очень вкусный плов добавляем смесь соли черного перца и зерен кориандра и конечно же самый важный компонент это зира без зиры никогда плова не получится но зиру мы уже не растираем ступки обычно зиру выкладывают ладошку и растирают между ладошками таким образом мы раскрываем аромат зерен и они остаются целыми отдают свой аромат более особым способом и в готовом блюде мы видим красивые зернышки зиры когда мы попробуем зирвак на соль он должен быть слегка пересолен даже умеренно пересолен потому что когда мы уже будем добавлять рис зирвак солить не будет вот такое замечательное место где мы готовим плов сейчас мы даже можем наблюдать настоящего красивого фазана рядышком всего в 100 метрах живут люди ездят машины а здесь живет фазан и поет чесночок чеснок я пускаю целыми головками это молодой чеснок но он уже немножко подсох и обязательно мы сюда кладем сушеный острый перец я всегда использую для приготовления плова рис басмати с этим рисом я уже достиг определенных результатов и у меня всегда получается очень хороший и вкусный плов но все таки я хочу научиться делать хороший плов из классического риса девзира это настоящие сорта узбекского риса сортов риса девзира много тот что продается у нас и не знаю как он называется он тоже слегка розовый я его хорошенечко промыл у него еще остается вот такие черная полосочка на самих рисинках и теперь пока варится зирвак я залью рис водой чтобы он немножко разбул чего категорически я не делаю именно с рисом басмати друзья сейчас самое спокойное время зирвак варится ему еще варится полчаса поэтому я с удовольствием приготовлю очень вкусный салат для плова для этого салата нужен репчатый лук и все но лук я в этот раз буду резать очень тонкими полукольцами это очень простой но очень вкусный салат его приготовления порезанный полукольцами лук я хорошенечко солю и перетираю таким образом соль вытянет из лука лишнюю горечь и крепость которая в салате нам в этот раз не пригодится соли можно положить побольше после того как лук порылижет соли минут 30 мы будем хорошо промывать поэтому вся лишняя соль все равно смоется водой зирвак уже готов вот так медленно красиво он булькает сейчас самое важное достать из зирвака чеснок острый перец а также крупные трубчатые кости перед тем как добавить рис я немного поднимаю температуру под казано рис для взира немного уже побыл водички я его выкладываю ровным слоем сверху зирвак обычно это делаю вот так высыпаю все из кастрюльки но почему-то все те кто делают плов вот так красиво тщательно выкладывают думает наверно плов будет вкуснее я всегда делаю именно вот таким простым способом и сверху разравниваю абсолютно ничего не меняется самый легкий и простой способ температура поднимается и теперь самое важное и самое сложное чтобы мы угадали момент когда рис впитает всю воду чтобы потом мы убрали жар под казано я работаю сейчас с рисом для взира он не такой удобный и легкий в работе как рис басмати поэтому будем прилагать максимум усилий чтобы его получился вкусным опять поет паза опять поет паза всегда говорят что рис когда мы положили в озервак нельзя перемешивать но никто не объясняет почему я тоже не знаю почему я могу предположить из-за того что рис крахмальный то если рис попадет на одно казано она слишком разогретое то он просто прилипнет а потом пригорит так как у нас на дне лежит мясо и морковка поэтому они являются тем дептирующим слоем который не дает рису пригорать вот сейчас зирвак закипел рис активно ухитывает воду и увеличивается в размере рис уже зирваке вот так хорошенечко разбух я его уже перемешал нарушая все классические каноны теперь мы попробуем насколько он еще должен дойти рис сейчас как говорят в италии аль денте то есть он очень с легкой твердинкой еще чуть-чуть маленькая такая части как будто бы немножко сыроват это то что нужно сейчас я накрываю вот такой крышкой это блюдо я накрываю полностью все содержимое а сверху накрываю еще вот такой крышкой чтобы был термос а уже потом накрываю вот этой крышкой если мы накроем сразу чугунной крышкой то здесь не будет той температуры правильной микроклимата который позволит рису очень медленно разбухать подождем еще минут 10 на самом самом медленном огне полностью все угли уже можно достать жар от очага и от казана будет достаточным чтобы рис немножечко дошел плов казани уже почти готов пока занялся салатом для плова вот такой мягусенький стал уже лучок с него вся острота ушла я его высыпаю в кастрюльку и промываю водичку лучок я промыл и теперь самое вкусное это сумах сумах обладает таким удивительным свойством он кисленький немножко пряный и это ни на что не похожий вкус я вот так с удовольствием щедро посыпаю лучок и перемешиваю благодаря этой травке хотя это не травка это измельченные плоды сумаха лук приобретает особую кислинку особый аромат легкий какой тонкий запах маринованного мяса вот так без масла без уксуса очень вкусная и ароматная будет салатик для плова казан очень тихо шепчет я думаю пловик уже полностью готов теперь аккуратно его перемешиваем и даем ему подышать так вся водичка впиталась я воды не добавлял по краю немножко еще осталось жирка напоминаю что это рис дэвзира я всегда с ним когда работаю вот вот он такой это конечно же не басмати но у него совершенно другой вкус решено другой аромат поэтому он не может быть вот таким совсем длинным и продлоговатым и красивым у него есть свои особые прелести рисинки прекрасно сварились они не переваренные но и плов не сухой то есть я не люблю когда плов такой сухой что все рассыпается и когда его кушаешь тебе еще нужно выпивать много жидкости вкусный плов по узбекским мотивам из узбекского риса дэвзира уже готов запотелая бутылочка как она медленно льется такой холодный и ароматный пшеничный дистиллят птицы плов овощи и обалденный салат из лука и сумаха это лучшее сочетание на природе класс какой ароматный плов друзья я вам скажу честно это даже вкуснее чем я думал я всегда готовлю из басмати но вкус у дэвзиры он настолько богатый настолько насыщенный что да она того стоит попробуйте приготовить из этого риса он особенный с ним нужно поработать его нужно почувствовать но он вас удивит своим богатым гармоничным вкусом какой вкусный плов отличная штучка для плова салат из лука с сумахом от лука осталась легкая пикантная горчинка текстура и кислинка сумаха все так гармонично переплелось очень вкусно вот эти косточки это именно косточки из лопатки и бедрышка мне не очень нравится что здесь маленькие кусочки носка и рис и вот это чеснок слове это самое вкусное он вот такой упругий ароматный вас пока не нагрелась пшеничный дистиллят такой холодный рядом зеленая травка поют птички фазаны это вообще это заповедник как же вкусно как же аппетитно наконец-то я это кушаю божественный нектар вместе с пловом и с мяском как же вкусно пахнет пока еще у меня есть немножко желание я создавусь всем друзья хочу вам сказать если вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ссылочка для подписки вот здесь внизу рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете сюда в курсе всех новых видео на моем канале как хорошо а вам всем я говорю помните кухня это самое спокойное место